Доброе утро, Ульяновск! Доброе утро, вся Ульяновская область! Очередной день начинаем вместе на телеканалах Репортер 73 и ОТР. На календаре 6 февраля-вторник. И начнем с праздника! Сегодня отмечается день отказа от мобильного телефона. Я бы, пожалуй, не смог отказаться от мобильного телефона. Нет, наоборот, все я говорю, я бы смог. Есть на это ряд причин. Я бы не смогла. Давай сначала твои причины. Ну, потому что, когда ты отказываешься от телефона, у тебя нормализуется настроение. Ты не читаешь какие-то новости, какие-то сообщения. Вокруг тебя образовывается тишина, потому что нет вот этих постоянных уведомлений, еще чего-то, звонков. Тут, значит, почта пришла, и ты спокойно в тишине можешь отдохнуть. А как же твои домашние? А вдруг с ними что-то случится? Как ты им позволишь? Они рядом со мной отдыхают в тишине с отсутствием телефона. То есть, по твоей логике, отказаться от телефона можно только в выходной. Ну, а что, если это рабочий день, у тебя есть какие-то дела? Я, например, если не записала, и если у меня нет напоминалки в календаре, так как в жизни я не вспомню про это дело, и оно вообще никогда не состоится. Ну, да, ладно. В общем, как и плюсов много, и минусов много, в общем, надо, мне кажется, находить тот самый баланс, чтобы телефон не мешал, а помогал. Мы можем сегодня это попробовать с нашими зрителями. Итак, вне зависимости от праздника и дня недели, нам украшать студию помогает партнер программы, студия флористики «Нимфа-73». Для вас сегодня работает Валерия Лобода. И Владимир Гаврилов. Поехали. Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион, и начинаем день вместе позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер-73» и ОТР. И еще. У вас уже не болит голова. Продолжим тему отказа от телефонов. В сети появились результаты опроса, согласно которым 9 из 10 учителей поддерживают запрет на мобильные телефоны в школе. При этом большинство учителей, а это более 80%, уже ограничивали использование телефона на уроках еще до введения официального запрета. Большинство педагогов не видят недостатков в запрете. Однако некоторые считают, что детям будет трудно привыкнуть к новым правилам, что может отрицательно сказаться на их успеваемости. Также учителя отмечают, что иногда телефоны нужны на уроке, чтобы зайти на некоторые образовательные сайты. Родители школьников, кстати, также в основном поддерживают запрет мобильных устройств. Школьники, что, естественно, совершенно не приветствуют новый закон. Учителя отмечают, что негативно к мораторию на мобильнике относится 75%, ребят. А прямо сейчас я все-таки предлагаю отложить гаджеты в сторону. Для того, чтобы они не мешали делать зарядку вместе с нашей самой спортивной рубрикой «ЗОЖ». Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Проект. Я тренер по китайскому кунг-фу и цигун. Представляем вам упражнение китайской гимнастики цигун. Главный ее смысл – это накопление энергии и укрепление здоровья. Первое упражнение называется «Хуан Ти» – смена Ти. Ти – это энергия, с которой мы работаем. Даша, давай сделай упражнение, а я объясню. Значит, упражнение заключается в том, что мы собираем энергию и, соответственно, опускаем ее в наш энергетический центр. Называется по-китайски «Нижний Донтьянь». Это упражнение способствует накоплению энергии и дальнейшему его использованию. Вот это упражнение у нас будет в течение всех остальных упражнений, которые мы вам порекомендуем, соответственно, делать. Все, достаточно. Следующее упражнение называется «Дыхание пятью центрами». Даша, давай начинай. Это упражнение… В практике цигун есть статические упражнения, когда мы стоим неподвижно, и есть динамические. Это упражнение, соответственно, статического цигун, когда мы приобретаем определенную форму тела и накапливаем энергию. Значит, делается оно в три этапа. Первый этап – это концентрация внимания на точке байхуэй, макушка головы. Связь нашего тела, соответственно, связь человека с небом. Солнечная ци, по-китайски называется, да, солнечная энергия. Следующий этап, когда мы концентрацию нашего внимания переводим на центры ладоней, соответственно, точки лагун, по-китайски называется. То есть всё внимание на центрах ладоней. Чувствуем тепло в центрах ладоней. И следующий этап – это центры стоп. Мы всё внимание опускаем в центры стоп, и таким образом стараемся почувствовать тепло в центрах стоп. Это связь организма человека с энергией Земли. И таким образом мы приходим в равновесие, получая солнечную энергию, энергию всей окружающей нас среды и всей Земли. Всё, закончили через франции. Следующее упражнение называется по-китайски «джоангун» – столбовая работа, или ещё кратко его называют «дерево». Давай дальше, делай. Упражнение «дерево» – это тоже упражнение статического цигуна, и форма его выглядит таким образом, как будто мы действительно подошли и обняли дерево. Смысл этого упражнения в том, чтобы сбалансировать нашу энергию и её накапливать. Это статический цигун, накопление Ти, накопление энергии. Соответственно, эта закрытая форма способствует тому, что энергия приходит и, соответственно, накапливается, волославится в нашем теле. Завершаем. Следующее упражнение называется «собирание Ти», «собирание энергии». Давай дальше. В этом упражнении у нас – это уже динамический цигун. Здесь мы всё внимание направляем на центры ладоней и очень внимательно следим за ощущением тепла в центрах ладоней. Упражнение способствует также, в общем-то, как и другие, накоплению энергии. А накопление энергии, оно считается очень важным как раз для того, чтобы укрепить наш организм, укрепить наше здоровье, и чтобы у нас была возможность, соответственно, дальше этой накопленной энергией управлять. В целых, соответственно, укрепление здоровья. Всё здесь упражнение медитативное, то есть всё внимание сосредоточено на ощущениях в центрах ладоней, на ощущениях энергетической связи между ладонями, да. А внешне выглядит так, как будто у нас маленький шарик сначала надувается до большого очень размера, да, и потом медленно задувается. Всё, заканчиваем. Заканчиваем тоже очень медленно и плавно, это очень важно в практике цигун, то есть нельзя бросать руки, всё очень медленно, плавно. Мы накопленную энергию опускаем в наш энергетический центр, который находится в центре живота, в нижней части живота, и таким образом энергия усваивается и дальше распределяется. Следующее упражнение называется «Подъём и опускание Ти». Давай, даже делай. Это тоже упражнение динамического цигуна. где мы делаем вот именно такую форму, как будто наши руки качаются на волнах, да. Можно представить себя стоящим, например, в море. Идёт прилив, у нас руки поднимаются, идёт отлив, руки мягко, плавно опускаются. По возможности руки должны быть максимально расслаблены, да, то есть вот эта вот энергия подъёма, она должна быть минимальна. Всё ощущение также на центрах ладони. И таким образом мы, соответственно, чувствуем, мы в данном случае мы уже учимся управлять энергией Ти, да, то есть направлять её в определённой, соответственно, области. Это упражнение, которое уже, в общем-то, по своей сути является следующим этапом. И накопленную энергию мы начинаем постепенно уже ею управлять. Заканчиваем. Всё. И последнее упражнение, которое мы вам сегодня покажем, называется «Ветер раскачивает его». Вот такая вот красивая форма. Она может вам напомнить очень известные движения всемирно известного стиля тайди-сюань китайского, да, очень похоже. Но, тем не менее, техники, которые мы вам показываем, это техники монастыря Шалинь, то есть они относятся к стилю Шалинь-Цюань. Ветер раскачивает их очень плавные движения, и это упражнение также направлено на то, чтобы мы учились чувствовать Ти, чувствовать энергию, собирать её и направлять. Всё, заканчиваем. Заканчивается каждое упражнение. Первым упражнением, которое мы вам показали, хуан Ти, собирание Ти. То есть собирание Ти и, соответственно, дальнейшее опускание в энергетический центр и дальше дальнейшее распределение по организму. Дорогие друзья, вы сегодня увидели 6 упражнений Цигун. Рекомендуем вам их делать. Их можно делать как рано утром, так и поздно вечером. Это идеальное время для того, чтобы заниматься именно упражнениями Цигун. Соответственно, накапливайте энергию, укрепляйте своё здоровье и будьте здоровы и счастливы. А теперь о серьёзном. В Ульяновской области приступили к разработке новой стратегии внешнеэкономической деятельности. В документе, по мнению специалистов, должны отразиться главные принципы, нормы, форматы работы с зарубежными партнёрами с учётом текущего положения дел. В 2024 году планируется ряд визитов по продвижению промышленного потенциала регионов. Намечены визиты в Самарскую, Московскую, Тульскую, Свердловскую области, а также в Беларусь и Казахстан. Ожидаются в гости делегации из Дагестана, Башкирии, Перми, Пезы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Саратова и Кирова. Кроме того, с 1 января Россия приняла эстафету председательства в БРИКС. В план мероприятий вошли пять крупных событий, организатором которых станет Ульяновская область. На нашей земле пройдёт Международный молодёжный форум общественной дипломатии «Интерьез». Молодёжный саммит «Стран БРИКС». Международный молодёжный лагерь «БРИКС». Фотовыставка «Вселенная БРИКС» и добровольческая онлайн-конференция «БРИКС ТУЮ». Рубрика о главном продолжит утренний эфир. Премия в честь литературной звезды нашего региона 20-го столетия нашла достойных обладателей. Учреждена в 2013 году, а с 2017-го поменяла формат на межрегиональный. Николай Благов – поэт-волжанин, потому в числе лауреатов и жители других регионов по Волжье. За сборник стихотворений «На солнечной полосе» в номинации «Земляки Благова» сертификат на сумму 150 тысяч рублей получила Ольга Даранова. Я безмерно счастлива. Я очень рада стать лауреатом премии нашего прославленного земляка, большого русского поэта, как сегодня уже об этом сказали, Николая Николаевича Благова. И быть в ряду в плеяде замечательных лауреатов премии Благова. Николай Благов родился в Ташкенте, но большую часть жизни прожил в Ульяновске. Основные темы в его творчестве – любовь к родине, к русской деревне, к ее жителям. А за книгу стихов и поэм «Поклонная гора» получил государственную литературную премию РСФСР имени Горького. Писатели и поэты, продолжатели Благовских традиций обсудили с губернатором дальнейшее продвижение литературного творчества в Париволжье, поддержку талантливых авторов из Ульяновской области. По областной программе уже издано 123 книги. Они же составили основу экспозиции от Ульяновской области на национальной выставке-ярмарке «Книги России» в Москве. В настоящий момент в Совете по книгоизданию 23 заявки. По ценам конца 2023 года – это 6 миллионов 300. Естественно, в этом году цены немного прыгнули. Правильно вы сказали, что сейчас 18 книг у нас уже прошли. Каким тиражом? Книги разного тиража. Есть тысячи, есть 500, есть 300. Книги все разным тиражом. Это решает Совет, каким тиражом будет издаваться книга. За последние несколько лет мы привожили большие усилия для продвижения чтения, формирования большой читательской аудитории и поддержки книги издания. Опыт и реализация областной программы книги издания показал, что в области есть тем гордиться, что представить интеллектуальному и лучшему читателю. В первую очередь, конечно, это нашу богатейшую историю. Это интересный взгляд на судьбоножные события, уникальнейшее культурное наследие и яркие творческие находки современных авторов. Все книги, изданные по программе, безвозмездно распределяются по библиотекам муниципальных образований региона. На 2024 год Совет по продвижению чтения и поддержке книгоиздания рекомендовал 9 готовых к изданию проектов на сумму 2,5 миллиона рублей. Алексей Русских пообещал инициативу поддержать, чтобы голоса писателей из нашего региона и дальше продолжали звучать по всей стране громко и узнаваемо. А сейчас хорошие новости из Маинского района. В селе Подлесное открылся после капитального ремонта детский сад. В мае прошлого года из-за пожара дошкольное учреждение было практически полностью уничтожено. Но благодаря средствам, выделенным из областного бюджета, а также помощи местных предпринимателей и фермеров, детский сад вновь распахнул свои двери. В садике установлены новые перекрытия и восстановлена кровля. По периметру уложена плитка, в группах и игровых комнатах постелен линолеум. Плюс, конечно же, все необходимые проведены сантехнические и электромонтажные работы. А еще в детском саду установили современные пластиковые окна, новые двери и автоматическую систему пожарной сигнализации. О других интересных новостях из жизни Ульяновской области расскажем далее. Ульяновская область начинает подготовку к периоду весеннего половодия. Общая для глав всех муниципалитетов задача организовать беспрепятственное прохождение талых вод через реки на подконтрольных территориях и разработать алгоритмы действий в том случае, если избежать чрезвычайных ситуаций не удастся. В этом году ситуация осложняется большим количеством выпавших осадков. Средняя высота снежного покрова – 34 сантиметра. Почти вдвое больше, чем годом ранее. Уже сейчас для оценки вероятных рисков сотрудники МЧС приступили к обследованию стоящих во льду акваторий при помощи беспилотников. Важно заметить, обстановка на реках находится под постоянным контролем спасателей. Даже несмотря на то, что лед на Волге укрепился, работы хватает. Вместе с нами в гостях у своих ульяновских коллег оказался Николай Александрович Казанцев, руководитель инспекторского участка ГИМС рабочего посёлка Старая Майна. В этом году госинспекция по маломерным судам России отмечает 40-летие с момента своего образования. И половина этого срока – стаж Николая Александровича. В 2005 году армейский полковник в отставке поступил на службу спасателя в звании капитана. «После окончания службы ушёл в запас. Скучно было дома находиться». В новое ремесло втянулся, а в 2007-м возглавил участок. Ширина акватории в зоне ответственности более 40 километров. Не статичный волжский пейзаж, а зона активного рыболовного промысла. Основы работы, конечно, профилактика и учёт судов, но бывает и по-другому. Историй за почти четверть века на службе накопилось много, и некоторые уже не забыть. Несколько лет назад в ночное дежурство получил сигнал бедствия. Перевёрнутое судно пришлось искать с фонарями. Нашли по случайному отблеску на водной гладе. «Спрашиваем, ты один или с тобой ещё кто-то был? Показывает, уже говорить не может, показывает, ещё один. Давай по кругу этого забрали, в катер посадили, смотрим, ещё что-то блеснуло. Подошли, мешок с бутылками, с пустыми. То есть они сети и бутылки, ну как маячки. Вот благодаря этим бутылкам он и на мешке держался на водоеме. Один из них-то где-то на второй, на третий день с рыбаками согласился, они его отвезли в 2-ю майну домой. А один несколько раз подойдёт к урезу воды и обратно убегает. До такой степени. Страх уже, да? Да, страх охватанул, что… Самые опасные периоды на воде – весна и осень, паводки и неокрепший лёд. Но работы спасателям хватает в любое время года. Вместе выходим в профилактический рейд. Выходим не на своих двоих. Два года назад арсенал ульяновских спасателей пополнился новинкой – аэроглиссер «Нерпа» – симбиоз авиации, водного и наземного транспорта отечественного производства. По управлению непосредственно здесь передачи нет, как в автомобиле, только газ. Ни тормоза, ни задней скорости, ничего такого нет. Ну, по мере управления просто приходится контролировать, потому что винт крутится в одну сторону, получается, немного всегда тащит. Вот, то есть подруливаешь всегда и регулируешь именно движение так. Тормоза нет, зато есть какой-то экран. Это навигатор непосредственно, который через GPS работает. То есть по нему отслеживаем, то по точкам, иногда приходит, когда сигналы именно передают координаты, координаты вбиваем и прям к точке спокойно идем. «Нерпа» – судно в условиях Волжской зимы незаменимое, непотопляемое, мобильное и надежное. За время эксплуатации ни одной поломки. Основное назначение – поисково-спасательные операции, но и для объезда акватории подходит отлично. Людей на Волге много, но пока лёд толстый, угроза рыбакам невелика. Гармония эта долго не продлится. С наступлением весенней оттепели начнётся и опасный период паводка, который, надеемся, усилиями ульяновских спасателей пройдёт без происшествий. Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Информационные щиты призывают сохранить лес от огня и пожара. Сообщение об опасности костров в лесу в пожароопасный период передаётся практически в режиме нон-стоп. При этом до сих пор находятся нарушители, чьё поведение становится причиной настоящих природных бедствий. В прошлом году у нас зафиксировано и ликвидировано 62 лесных пожара на общей площади где-то в порядке 250 гектаров. Что касается причин возникновения, основная причина – это, конечно же, человеческий фактор, то есть нарушение правил пожарной безопасности людьми в лесах и переходы огня с определьных территорий. Подготовка к новому пожароопасному сезону в Ульяновской области ведётся уже сейчас. Для защиты лесов от возгораний разработали план профилактических мероприятий. «Свод всех сил, средств, способов для тушения лесных пожаров. Естественно, на каждый район есть отдельный свой, где обозначены маршруты патрулию для предотвращения пожаров, техника, которая имеется в наличии, ну и все возможные необходимые для тушения лесных пожаров средства». Наибольшее внимание в 2024 году уделят Ульяновскому и Меликевскому районам, а также лесничеству Барышевскому и Николаевскому. Суммарно обновят более 10 тысяч километров минерализованных полос и обустроят ещё более 2 тысяч километров. Сберечь лесной фонд поможет современная техника и оборудование. «Колёсный трактор МТЗ-82, трактор агрегатируется с плугом ПКЛ-70 для устройства минерализованных полос. То есть мы привлекаем данный трактор для предупредительных целей, так скажем, пашем противопожарные минполосы, с целью того, чтобы лесные или иные пожары как бы не пересекали преграды». По национальному проекту «Экология» планируют приобрести новый лесопожарный трактор на гусеничном ходу. Сейчас ведётся закупка горюче-смазочных материалов и запасных частей к уже имеющейся технике. В работу пожарные команды внедряют и современное оборудование – квадрокоптеры. Наблюдение за возгораниями с воздуха позволяет быстро обойти все препятствия и исследовать пострадавшие лесные районы. В распоряжении специализированных служб сейчас находится 19 летательных аппаратов. В этом году их количество увеличится до 34. «Работа ведётся в настоящий момент, как говорится, планомерная. К началу пожароопасного сезона мы будем полностью готовы к тушению лесных пожаров». В феврале проведут плановую проверку арендаторов лесных участков на наличие всех необходимых средств предупреждения и тушения пожаров. Сейчас разрабатывается график выездов и утверждается состав комиссии. Рентген-операционная открылась в нейрохирургическом отделении ОКБ. Она оснащена современным оборудованием, необходимым для оперативных вмешательств во время опухоли позвоночника и спинного мозга и при дегенеративных заболеваниях позвоночника. Новая рентген-система обеспечивает качественную визуализацию анатомических структур и операционного поля во время хирургических вмешательств, что значительно повышает уровень безопасности пациента и облегчает работу врачей. Отмечается, что в этом году планируется выполнить порядка ста таких операций. Военный хирург и экс-зампред Ульяновского правительства Сергей Кучец награжден медалью за спасение жизни. Указ подписан главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. На счету старшего лейтенанта медицинской службы десятки спасенных жизней тяжелораненных российских бойцов. Ранее военврач был награжден медалью участника СВО. Сергей Кучец сообщил о своем решении направиться на передовую в июне 23-го года. Цитата. «Я принял решение участвовать добровольцем в специальной военной операции. Мое решение вызвано исключительно моей позицией, моим долгом как врача, человека, офицера. Я уверен, что мой медицинский опыт, мои знания будут полезны нашим парням на поле боя». Конец цитаты. Крылья для армии России. И не только. Мощности авиастара достаточно, чтобы производить модернизированный транспортник Ил-76МД-90А для нужд как местных, так и иностранных заказчиков. Об этом агентство ТАСС заявил управляющий директор ПАО Ил Даниил Бренерман. Одним из основных целевых рынков ожидаемо станут страны Ближнего Востока. Уверенности в таком продвижении добавляет успех отечественного самолета на дубайской выставке, после чего 76-й представили и на World Defense Show 2024 в Эр-Риаде. Компании отметили, опыт эксплуатации транспортных рилов есть практически во всем мире. И буквально все страны, на вооружении которых стоит наш транспортник предыдущих поколений, заинтересованы в его модернизированной версии. Системной поддержкой военнослужащих в стране и в регионе занимается специально созданный под эти цели фонд «Защитники Отечества». Ульяновское отделение начало работу 1 июня 2023 среди наиболее частых тем обращений содействия в получении лекарственного и медицинского обеспечения, переобучения и трудоустройства, социальные выплаты для ветеранов и их семей. Сегодня вся страна, в принципе, нацелена на победу, и поэтому любые вопросы, которые возникают, должны решаться очень быстро, чтобы ни одна семья, которая потеряла своих близких, сыновей, мужей, не осталась без внимания. Ну и, естественно, и участники СВО тоже должны понимать, что сегодня это, наверное, главные люди, главные герои там на передовой. Сейчас координаторы фонда находятся во всех муниципальных образованиях региона, а с декабря 2023 заработало его заволжское представительство. В этом году по распоряжению президента полномочия работы фонда должны существенно расшириться. Список новых направлений сейчас уточняется. С октября прошлого года мы начали прием документов для частной военной компании «Вагнер». Значит, 147 пакетов документов уже направлены в комиссию при Министерстве обороны. 16 комплектов удостоверения мы уже получили, вручили их и ждем остальных. С момента открытия дистанционно и лично в фонд обратились более трех тысяч человек за цифрами статистики, истории и судьбы. Одна из них в рассказе Сергея Ноздрякова. В составе третьей отдельной гвардейской бригады специального назначения сражался в районе Красного Лимана, где получил ранение и вернулся домой. Фонд обращался с просьбой по земельному участку, по выделению земельного участка. Пришел в фонд, написал заявление. Мне помогли со сбором документов, то есть какие документы нужно собрать. Подсказали, рассказали, направили в сопутствующие органы, так сказать. Туда пришел, там все объяснили тоже. Сейчас в процессе сборки документов, так сказать, и в дальнейшем надеюсь на положительный результат. Прямая поддержка остается приоритетной задачей. Для повышения эффективности работы фонда уже сейчас подписано 28 соглашений о взаимодействии с организациями, ведомствами и министерствами области. Обратиться в фонд со своим вопросом можно по адресу улица Кирова, дом 20 или по телефону 8-8-4-2-2-22-95-27. Герои нашего времени кто они? Обычные люди, оказавшиеся в экстремальных ситуациях, или профессиональные спасатели, для которых помощь людям – это целое призвание. Жители Ульяновска поделились с нами своим мнением. Определенного героя я вряд ли назову. Наверное, есть только наших парней, которые воюют за нашу Родину. Мужественные, ответственные. Настоящий день, сегодняшний день. Александр Матросов в данный момент. Ну, он Ульяновс, такой молоденький. Не пожалел своей жизни. И пошел, и защитил, скажем так, помог людям справиться своей задачей. Для меня лично врачи. Вот врачи, которые работают и в скорой помощи, то есть в больнице в скорой помощи, и врачи, которые работают просто в стационарах, потому что, действительно, сейчас что происходит – это кошмар. Вот, они помогают оставаться здоровыми, сохраняют жизнь, спасают. И это очень тяжелый физический и моральный труд. Врачи. Больше степени врачи, потому что... Недавно моему сыну тоже сделали операцию. Вот, все прошло успешно, все замечательно. МЧС, например. Ну, это понятно, что это люди, которые каждый день рискуют своей жизнью, спасают людей в каких-то трудных жизненных ситуациях, приходят на помощь. Вы знаете, честно говоря, мне сейчас кажется, некоммерческие организации, которые занимаются вопросами, вот, например, пожилых, настолько самоотвержены. Я бы их, честно говоря, назвала героями, потому что сейчас прошла акция «Мечты невидимых стариков», когда в течение месяца выполняли, ну, пожелания, так скажем, мечты, реально, людей, которые нуждаются в заботе, в помощи. Родные и близкие в тяжелое время смогли воспитать нас, хорошо воспитать учителя, потому что дали хорошее образование на самом деле. Ну, да, действительно, врачи. Как могут, они нас лечат. То есть все, кто как-то, ну, хорошо, с пользой работает, отдает себя. Герой – это тот, кто за свою страну постоит, кто ради других людей готов совершить подвиг, забыл про свои собственные интересы ради человечества. 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 Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. В пятой квартире вся семья не может уснуть. Иван Петрович сорвал спину. Алмак Плюс напрямую воздействует на острую боль. Алмак Плюс. Здоровье в доме – лучший подарок. Еломет. Ай да здравур. Для ваших кур. Яиц горы даже в зимнюю пору. Кормовая добавка – здравур не сушка. Принцип действия простой. Яйца летом и зимой. Партнер прогноза погоды – группа компании «Мандарин». По данным сайта «Гесметио», 6 февраля в Ульяновске пасмурно, снег. Температура воздуха по области ночью от нуля до минус 4 градусов, днем от минус 2 до минус 6. В городе температура воздуха ночью минус 1, минус 3, днем 3, 5 градусов ниже нуля. Ветер преимущественно северо-западный – 3,7 метров в секунду. Атмосферное давление – 723 миллиметра ртутного столба. Окунись в атмосферу праздника и ярких эмоций на территории зимнего отдыха «Мандарин» в парке «Победа». Захватывающая тюбинговая горка, большой каток, прокат инвентаря, вкуснейший футбокс и сказочная фотозона. «Мандарин» и парк «Победы» ждут тебя. Телефон для справок – 711 900. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Разговор». Сколько людей? Столько мнений. На разговор по понедельникам соглашаются не все. Менять пространство, себя и что-то вокруг тяжело, но увлекательно. А интересные собеседники любую тему подают захватывающе. На телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». И еще. А поговорить как раз сюда. Разберемся. Хватит лжи, нарушений, недоговоренностей. Еженедельное ток-шоу о нас и нашем мире. Обсуждение волнующих общества тем с экспертами и лидерами мнений. Честные слова, полярные точки зрения, поиск истины. Каждый четверг на «Репортер 73» и «ОТР». И еще. Да, это место для дискуссий. Утро с «Репортером». Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион. И начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер 73» и «ОТР». И еще. У вас уже не болит голова. Вы смотрите «Утро с репортером». Для вас сегодня работает Валерий Лобода. И Владимир Гаврилов. Мы продолжаем. Ульяновская область в десятке всероссийского конкурса «Спасибо интернету-2023». Классно. Конкурс проводится ежегодно. Участие в нем принимают граждане пенсионного и предпенсионного возраста, прошедшие обучение на курсах компьютерной грамотности. По итогам соревнований наша область заняла седьмое место в номинации «Самый активный регион». От жителей Ульяновской области на конкурс поступило 228 работ. 82% из них были представлены в номинации «Мои интернет-достижения». Также наши земляки поучаствовали в направлениях портал госуслуги.ру «Мой опыт», «Моя общественная интернет-инициатива», «Спасибо моему учителю, интернет-предприниматель» и «Я интернет-звезда». В регионе уже несколько лет проходит обучение компьютерной грамотности для старшего поколения. Ульяновцы ежегодно принимают участие в конкурсе и демонстрируют свои достижения. В этом году средний возраст конкурсантов 63 года, а самой старшей участнице 85 лет. Здорово. Обучение компьютерной грамотности проводится на базе учреждений культуры и социального обслуживания населения, а также в центрах активного долголетия. Жителей пенсионного и предпенсионного возраста учат основам работы с компьютером, рассказывают о программах Microsoft Office, текстовых документах и таблицах. Кроме того, участникам конкурсов объясняют, как ориентироваться в сети интернет и пользоваться порталом госуслуги. О других интересных событиях из жизни в Ульяновской области расскажем далее. Зимний период традиционно отмечается ростом дорожно-транспортных происшествий. Вот и в Ульяновской области только за первый месяц зарегистрировано 4 ДТП с участием большегрузов. Основная причина происшествий – выезд на полосу встречного движения. Итог печален 4 погибших. Зимняя дорога полна опасностей. Профилактическое мероприятие под таким названием провели сотрудники госавтоинспекции совместно со специалистами Дирекции безопасности дорожного движения и представителями общественности. За январь у нас уже зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека погибли. Будьте предельно внимательно осторожны. Гололед, снежные переметы, ледяная корка на асфальте. Зимой дороги не только хуже, но и уже. Все это может привести к потере контроля над автомобилем и, как следствие, к аварии. Добавим сюда чрезмерную самоуверенность, неоправданный риск и игнорирование правил дорожного движения. Все это зачастую приводит к трагическим последствиям. Госавтоинспекция Ульяновской области напоминает водителям о дорожных ловушках, в которые они могут попасть при выполнении маневра обгон, связанного с выездом на полосу встречного движения. Лобовое столкновение на большой скорости практически не оставляет шансов на выживание. Именно такие ДТП считаются самыми опасными. Уважаемые водители, прежде чем начать обгон, убедитесь в том, что полоса движения, на которую вы собираетесь в пытке, свободна на достаточном для обгона расстоянии. И в процессе обгона вы не создадите опасности и помимо другим участникам дорожного движения. Безопасных вам дорог. А теперь пришла пора поговорить о современных трендах. О лайфхаках и полезных вещах. Ежедневно нам в этом помогают эксперты нашей традиционной рубрики «Стиль». Очередной выпуск, который предлагаю посмотреть прямо сейчас. Доброе утро! С вами рубрика «Стиль» и я, ее ведущая, стилист по прическам Светлана Матросова. И сегодня я вам расскажу секрет, как же можно освежить волосы перед важной встречей. Я хочу вам представить сегодня свою модель. Ее зовут Виктория. И она сегодня мне будет помогать. Виктория, как и множество женщин, сталкивается с проблемой, когда с утра некогда помыть голову. Но вечером нужно будет показаться на очень важную встречу. Если вы хотите получить мой профессиональный совет, то я вам хочу посоветовать в таких случаях сухой шампунь. Именно он поможет в таких ситуациях, когда нужно срочно восстановить свежесть, появиться в людях красивой, ухоженной и с объемом на волосах. Итак, что нужно делать? В первую очередь нужно взболтать наш баллончик. Очень хорошо это нужно сделать. Затем нам потребуется расческа лопатка или расческа массажная и расческа с хвостиком. Сейчас мы должны с вами разделить волосы на довольно широкие проборы и распылять в сухой шампунь в форме. Виктория, а теперь я хочу вас попросить попробовать это сделать самой. Распыляйте ближе к корням. Правильно. Замечательно, замечательно. Как ваши ощущения? Отлично. Очень просто. Про это я вам хочу и сказать, что использовать сухой шампунь дома – это очень просто. И любая девушка может справиться с таким заданием. После того, как мы распылили сухой шампунь, мы должны распределить его по всем волосам и сделать сами себе небольшой массаж. После того, как мы нанесли сухой шампунь, распределили его, мы должны выждать пару минут для того, чтобы сухой шампунь абсорбировал влагу и жир, которые находятся на корнях. Выждав время, мы должны тщательно расчесать наши волосы от корней до самых кончиков. Еще один маленький секрет. В конце можно распылить сухой шампунь еще и по длине. Совсем немножечко. И также расчесать волосы. Наша задача – расчесать волосы так, чтобы вот этот вот белый налет, который у нас на корнях, он у нас счесался. И его не было видно. Виктория, хочу вас спросить, как ваши ощущения? Очень легко и непривычно то, что можно за несколько секунд сделать такую красивую прическу просто с помощью расчески сухого шампунь. Вы заметили, что у вас у корней стал небольшой объем? Да, кстати, это очень приятный бонус. Да-да-да, именно сухой шампунь – это скорая помощь для того, чтобы придать волосам свежесть, объем и ухоженность. И такое средство, как сухой шампунь, можно использовать. Не всегда, дорогие девушки, обратите на это большое внимание. Часто им пользоваться я не рекомендую, но в самых необходимых моментах в жизни. Ну что ж, я с вами прощаюсь, желаю вам хорошего дня и до новых встреч! Вы смотрите «Утро» с репортером. Мы продолжаем. И у нас уже имеется очередной гость. Вчера мы об этом говорили, что он будет. И вот, пожалуйста, как обещали. У нас в студии Светлана Евгеньевна Сосина, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 82. Светлана Евгеньевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, если вдруг кто-то с телезрителей вчера забыл, о чем мы говорили, а ваша школа стала победителем экологического конкурса. Да, мы второй год имеем такую, как говорить, достойную честь получения премии «Эко-школа-23». Грамоты награждены и дипломом. Что вы делали в этом конкурсе? Рассказывайте все подробности. Ой, мы много-много что делали. Первым делом, конечно же, это сбор макулатуры. И мы на протяжении уже многих лет собираем макулатуру и сдаем ее. Но хочу сказать, что вес у нас всегда, как ни странно, многие школы даже удивляются. То есть у нас школа сдаёт 5, 6, 7 тонн. Ого! Насколько это много? Одна школа? Да, как же. Это как машина. Сколько весит машина? Машина, да. Где-то грузовая, но она от 3 до 6 тонн. И вот у нас приезжают по 2-3 машины в зависимости от веса макулатуры. Да, даже водители, водители всегда в таком восторге, наверное, они говорят, удивляемся, ездим в другие школы, ну там полмашину, может, загрузим, и то они, то есть для них это такое достоинство. А когда к вам едем, мы всегда даже в таком состоянии... А вдруг не влезет всё. Да, был такой случай. Мы, значит, водители поменялись. Обычно все водители, которые с нами сотрудничают уже много-много лет, они знают, в 82-ю надо ехать не одна, а две машины. И одна трёхтонник, другая пять. Вот. А в этот раз, значит, заявку подали, и едет одна машина. Трёхтонник. Приезжает, значит, смотрит на нашу макулатуру, и в таком шоке. Почему вторую не заказали? Новичок? Ну да. Почему вторую не заказали? Мы говорим, ну, мы обычно как-то без предупреждения, мы уже... Люди знают, что у нас... Много. Да, да, да. И вот, и ждали потом, конечно, дополнительную машину, поэтому все прекрасно знают, что мы успешны в этом деле. Как удалось добиться таких показателей? Это же надо и детей, и родителей заинтересовать, организовать, убедить в полезности этого дела. Это же ещё такая забытая традиция. Мне кажется, в Советском Союзе собирали макулатуру, а сейчас-то нет. Да, и самое интересное, когда приходят бабушки и дедушки, они всё время говорят о том, что мы как будто бы вернулись в детство. Почему? Потому что это массово. У нас же не просто так. У нас в этот день идут флешмобы, какие-нибудь игры для детей, музыка. То есть они всегда говорят, что вернулись в детство. Это так здорово. Не хватает только пирожков. Организуйте пирожки. Да, мы говорим, обязательно организуем. Но самое главное, наверное, это всё-таки эко-уроки, выставки. В последнее время мы очень благодарны проекту «Разделяем ножай». Почему? Потому что первоначально, когда мы начинали собирать макулатуру, это как потребность, да, на вырученные деньги мы устраиваем праздники ребятам, приобретаем какие-то призы, грамоты. Простите, пожалуйста, вам всё и деньги платят? Ну как же. А вот за весёлые... Ой, это волшебные крышечки, вот, добрые крышечки, мы, вырученные деньги, идут все на благотворительность. Вот, приобретаются инвалидные кресла для ребят, больных инвалидов, да. Кроме этого, лекарства. И мы очень рады, мы с большим удовольствием участвуем в добрых крышечках. Ребята собирают прям вот по пятилитровым бутылочкам таким большим. Мало того, это вот до такой степени, наверное, после эко-уроков ребята приходят домой и доносят информацию. Мама, мы собираем крышечки, у нас, значит, в этом месте крышечки. Здесь у нас бумага, вот, батарейки. То есть ёжиков спасали очень долгое время. Вот, но сейчас немножечко стилизации трудновато, потому что это всё-таки более вредное, да, то есть сбор, чем крышечки и бумага. Вот, а так едут... Едут... У нас есть один класс замечательный, это 4-й Г. Они в этом году даже были награждены. Классный руководитель вот на фестивале-форуме Эко-школу 23. Они... Один класс сдаёт почти тонну. Вы не поверите. Когда приезжают машинами, там, грузовиками, привозят макулатуру, водитель говорит, можно было к ним самим заехать. То есть последний раз мы даже так и делали. То есть мы заезжали на место и взвешивали, то есть с места, откуда это... Где они собирали. Ну как вот вообще заразили всех этой идеей? Да, но не могут быть просто эко-уроки. Должно быть что-то ещё. Но я хочу сказать, наверное, у нас такая даже не тайна. Мы можем даже открыть этот секрет для всех. У нас есть в школе программа РОСТ. Программа РОСТ, где, значит, идёт Талисманбанк. И дельфики выдаются каждому классу за участие в той или иной акции, конкурсе, мероприятия любом. То есть как маленькие наградочки? Конечно. Которые надо копить? Да. Внутренняя валюта, получается. Ну, не валюта. Это, наверное, даже как игровая, да? То есть игровой такой момент, где ребята на протяжении первого полугодия и второго полугодия собирают дельфики. И в последующем у кого... Кто выигрывает по дельфикам, по количеству, им вручается диплом программы РОСТ за активное участие в жизни школы, вот, и не школы, конечно же. Это в зависимости от той акции или конкурса. То есть традиция, собери пять наклеечек, получи что-то в подарочек, работай. Почему бы и нет, да. Отлично. Ну, это мотивация очень хорошая. Это как конкурс, да, самый классный класс. А здесь у нас идёт самый активный класс. То есть... В общем, такой вот немножко плеснули соревновательного момента. И всё, тут глаза загорелись. Как всё просто. И родители, самое главное, это же участие родителей. Они, наверное, даже иногда переживают больше, чем дети. У них больший соревновательный процесс. Ну, у них не то, что соревновательный. У них, наверное, в этот момент, вот, когда они участвуют, особенно в сборе макулатуры, у них дополнительная, наверное, возможность общения. Они же приходят все вместе, в этот момент обсуждают, общаются. То есть ещё очередной сбор, как родительского собрания, допустим, да, но уже в виде праздника. Мы уже поняли, что можно собирать макулатуру, можно собирать крышки. А что можно собирать ещё? Ну, мы, например, только практиковались на батарейках. Вот, ну, потом сложности по утилизации. На крышечках, на макулатуре. Конечно, по программе, по проекту «Разделяем ножай» собираются ещё в торсырьё. Это как использована одежда, да. В Московской области это используется. Они очень прям активно принимают в этом участие. Мы больше так-то не практиковались. То есть получается так, что весь этот проект обучает наших самых маленьких разделять, соответственно, мусор. Да, это правильный, то есть правильно формировали, да. То есть этого мусора по разным категориям. То есть это пластиковые бутылки, стекло. Даже стоят контейнеры, да. Уже сейчас, наверное, в Ульяновске очень много контейнеров. Да, для раздельного сбора мусора. Я знаю только синие контейнеры обычные, жёлтые для сухого и большие такие металлические сетки для пластикового бутылка. А где у нас... У нас есть где-то прям для разделения мусора вот эти вот, как в фильмах показывают, красивые, когда у тебя стекло отдельно, картон отдельный или ещё такого нет? Ну, я так думаю, прям вот глобального, мне кажется, нет. Вот есть вот три категории, которые вы сейчас вот озвучили. А так, думаю, в скором будущем у нас будет вся наша Ульяновская область обязательно придерживаться всем, да, категориям раздельного... Ну вот это же не сложно? Нет. По большому счёту? Нет. Потому что многие же начинают вот прикидывать, я бы, пожалуй, может быть, и собирал бы раздельно, но ведь это сложно, это надо... Четыре ведра надо поставить дома. Нет, я хочу сказать, вот люди уже, многие привыкают к этому, привыкают, и как-то даже... То есть вот у них стоит пакетик, да, допустим, или это же бутылочка, куда вот крышечки складываются. И, во-первых, бутылочки пластиковые очень хорошо скручиваются, и получается у них такой небольшой объём. Кстати, баночки из-под газировки тоже хорошо мнутся. Конечно. Поэтому если следовать правильным указаниям, как правильно утилизировать любой из, как говорится, отходов, да, почему бы и нет? Многие семьи уже давно этим пользуются, и за это ещё и получают деньги. Не, ну да, мы знаем специальные компании, которые специально даже приезжают и вывозят это всё из дома. Ну просто это же надо вспомнить. Что-то надо бутылочку отдельно, крышечку отдельно. Ну это постепенно приходит в привычку. Ну вот вы и сдаёте, да, эти привычки, получается. Да-да-да. Просто так, конечно же, невозможно. А в прошлом году мы впервые участвовали в одном из новых проектов «Техника на переработку». И когда пришли к нам, Валентина Олеговна пришла впервые провести урок для ребят, ребята были в таком, наверное, даже шоке. Шоке от того, что действительно, во-первых, рассказали историю техники, да, даже того же смартфона, который сейчас. Какой он был раньше. То есть телефон, потом, значит, как его маленькие телефончики, потом раскладушечки. Они это всё увидели. Неужели такое было? Они не удивились? Удивились. Они говорят, это надо же, как интересно. И вообще, это, пейджеры, да, то есть они говорят, и как? А вообще мы говорили о том, что первоначально даже этой технике, то есть мы постоянно писали письма, потом, да, да, один телефон на весь подъезд. И это. И хочу сказать, очень много интересного ребята получили на этом уроке. И в последующем, через где-то, наверное, месяца три у нас эта акция произошла. Сдача была... Сдавали всё, что, наверное, дома лежало. И утюги. Утюги. Значит, плойки. Пылесосы. Мне кажется, это самое распространённое, что люди выбрасывают на помойку. Да, да, да. И телевизоры. Фены ещё. Ну, телевизор жалко, телевизор можно продать, а мелочь вот такая, которую ремонтировать не будешь. Ну, бывает телевизор, который уже не подходит ремонту, там же сдаёт в основном такую продукцию, которая уже не подлежит ремонту. Которую как раз стояло, выкинуть вроде бы жалко, а вдруг я отремонтирую. А тут новогое дело. Я всё равно не отремонтирую. Забирайте. Да, да, да. И вот после этой акции мы её провели на протяжении всего года. Классы также собирают эту технику. И вот уже прям трезвон такой, когда же, когда же будет новая, значит, сдача техники на переработку. Вот сейчас мы должны связаться и организовать. Так там это можно даже смотреть. Некоторые образцы можно и в музей передавать. Да, кстати, многие используют уже, даже обращаются к этой компании, собирают музеи. Почему? Потому что там же раритеты. Там такие вещи, которые в наше время уже можно увидеть только в музее. Можно не только в музее, можно ещё к киношникам для всяких исторических фильмов. Кстати, это тоже правильно. Вариантов много. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо за то дело, которое делаете. Чтобы всё больше приверженцев вот этого экологического воспитания было в Ульяновской области. Тогда у нас действительно станет чище. Конечно. Мы все стараемся беречь нашу природу. И, наверное, будем жить под этим девизом. Сдай макулатуру, спаси дерево. Напомню, этим утром у нас в студии была Светлана Евгеньевна Сосина, заместитель директора по воспитательной работе школы номер 82. Вы смотрите «Утро» с репортером. Мы продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok